Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. 23 мая городской голова Одессы совершил своеобразный спортивный вояж. Геннадий Труханов принял участие в открытии новых школьных стадионов четырех школах города. В рамках празднования Одесса Спорт Китс 2018 на модернизированных спортивных площадках устроили праздничные соревнования. Средняя школа номер 27 в Киевском районе. Еще недавно для занятий физкультурой на улице здесь практически не было условий. Сегодня же, как и в ряде других школ города, обустроены современные спортивные площадки с мягким антитравматическим покрытием. Просто ждали этот стадион очень долго. Наконец-то он открылся, мы будем заниматься, будем очень рады. Спасибо большое нашему мэру за такой прекрасный стадион. Лично я ждала очень сильно, особенно ждала наша школа, потому что у нас очень большое количество спортсменов, как и любителей, так и профессионалов, и поэтому это очень важное событие для всех учителей, для всех детей, для всех родителей. Это представляется огромная возможность для всех нас. Физическому развитию детей и вовлечению их в занятия спортом сегодня в городе уделяется особое внимание. Спортивные площадки и стадионы открываются не только в школах, но и на улицах, во дворах, на трассе здоровья. Спасибо нашему городу, особенно Геннадию Леонидовичу Труханову, что всегда он определяет увагу нашим детям, потому что наши дети – это будущее нашей Украины. Он всегда спорта про здоровье наших маленьких одесситов. Заниматься спортом на новых стадионах ребята могут как во время учебы, так и в период каникул, чтобы укреплять здоровье и совершенствоваться в разных видах спорта. Я рад, что Одесса развивается, развивается во всех направлениях. Особое направление, внимание, уделяем развитию спортивной инфраструктуры и развитию вообще школ, совершенствованию, ремонту и так далее, так далее. Ребят, все делается для вас. На спортивный праздник пришли и выпускники разных лет. Когда мы начинали строить этот объект, из государственного бюджета удалось выделить 3 миллиона гривен. И, конечно, на эти деньги можно было бы построить только одно из сооружений. Но Геннадий Леонидович Труханов сделал все, чтобы было выделено дополнительные 7 миллионов гривен. И мы получили не только футбольное поле, но и гандбольное поле, тренажеры и много-многое другое. Я хотела искренне, от всей души поздравить педагогический коллектив, всех учащихся моей 27-й любимой школы. И, конечно, по-хорошему позавидовать вам, потому что в наше время не было таких прекрасных стадионов, площадей. Но мы, тем не менее, все равно достигали высот в спорте очень больших. В Киевском районе сегодня открыли третий современный школьный стадион. До конца года здесь планируют обустроить уже пять таких комплексов. Сегодня мы с вами находимся на новом европейском поле, где будут расти новые олимпийские чемпионы. Благодаря мэру Геннадию Леонидовичу Труханову, благодаря его комплексному подходу, мы сегодня в Киевском районе открываем уже третий стадион. В этом году у нас запланировано открытие еще двух стадионов. Специальное покрытие, беговые дорожки, тренажерные комплексы. На современных школьных стадионах, которые сегодня открываются в Одессе, можно заниматься самыми разными видами спорта и просто укреплять здоровье. Воспитании и обучении детей не может быть мелочей, подчеркивают в муниципалитете. И поэтому реализации многочисленных программ, направленных на всестороннее развитие юных одесситов, в городе уделяют особое повышенное внимание. Последний звонок и праздничные линейки в одесских школах состоятся в пятницу 25 мая, как и было запланировано, сообщили в городском департаменте образования. Тему возможной отмены линеек по всей Украине подняли после нескольких случаев недомогания и потери сознания детьми во время проведения таких школьных мероприятий. Нескольким десяткам школьников одновременно стало плохо в Николаеве, а до этого в Черкасах на линейке 8 мая. Точная причина обоих происшествий пока не установлена. В то же время официальное решение об отмене школьных линеек принято не было. Одесские последние звонки, по данным департамента образования, пройдут в пятницу 25 мая, как и было запланировано заранее. Взрыв на базе отдыха в Затоке. Сильные ожоги получил сам подозреваемый в совершении поджога. ЧП случилось во вторник около 6 часов вечера в одной из комнат на первом этаже гостиницы. В результате взрыва термические ожоги 70% поверхности тела получил 27-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция подозревает пострадавшего в подготовке поджога. Предварительно установлено, что взрыв произошел на первом этаже в результате воспламенения газо-воздушной смеси при подготовке к возможному поджогу указанного помещения. В настоящее время один из потенциальных подозреваемых задержан находится в медицинском заведении с сотрудниками полиции. Проводятся неотложные следственные действия. Взрыв произошел в номере, где проживали двое мужчин. Один – это пострадавший, а второй – с места происшествия скрылся, говорят очевидцы. Это уже второй взрыв на базе отдыха. Первый прогремел 20 января. Тогда взорвалось самодельное устройство, принесенное неустановленным лицом. Пострадавших не было. А на французском бульваре горел автомобиль. Как выяснили в полиции, неизвестные совершили поджог служебного автомобиля, который принадлежит одному из санаториев Одессы. Злоумышленников заметил охранник. Он вызвал спасателей, которые ликвидировали возгорание. Поджигателей разыскивают. Одесситы вновь с трудом могли проехать в центре города. На улице Жуковского одни активисты взяли в осаду офис других активистов. Сегодняшнее противостояние – продолжение беспорядков, которые происходили в понедельник на шестой станции Фонтана. Тогда, напомним, группа активистов атаковала офис бизнесмена, закидав его камнями и яйцами. После тех событий к ответственности привлекли троих человек. Сегодня четверых сообщили в полиции. В среду на Жуковского полицейские пытались разделить группу участников потасовки. Однако в ход все же пошли яйца, которыми забросали офис. Составлены админпротоколы по статье «Хулиганство». Как в дальнейшем правоохранители собираются бороться с подобными беспорядками, доставляющими неудобства горожанам в полиции, пока не пояснили. Начальник отдела полиции и несколько его сотрудников крышевали торговые точки в Аркадии и на Лонжероне, сообщили в прокуратуре области. При получении взятки в размере около 24 тысяч гривен задержан начальник Шевченковского отдела полиции Одессы и еще трое правоохранителей. По предварительным данным, задержанные вымогали деньги у предпринимателей, которые в прибрежной зоне организовали продажу мороженого и кофе, сообщил прокурор области. Каким образом будет обеспечен курортный сезон в Аркадии и на Лонжероне? Такие предприниматели, которые надают послуги с разливом кавы, торговлей и другими напоями, морозовым или любых послуг, становятся так, сколько кто должен платить каждый день. Ну и фактически это действительно система поборья. Всего сотрудниками СБУ и прокуратуры задержано четверо подозреваемых. Так, на горячому зафіксований факт отримання неправомірної вигади працівниками Шевченковского отдела полиции. Скажу, что эта спецоперация была не одномоментной, там мало места знаки системности. И вчера затримано керевника отдела, его заступника и заступника начальника сектора превенції. За результатами опрацювания тех действий, которые были скочены, сегодня также уже подписана подозра начальнику отдела превенції. По словам прокурора области, это не первый случай вымогательства и получение взяток подозреваемыми. «Безпосередняя сумма, которая была вчера отримана, это 24 тысячи гривен. Но, опять же, то, что зафіксовано у нас специальными техническими засобами, и то, что мы понимаем, мало системный характер, и каждая такая передача будет отображена в подозре. Прокуратура будет настаивать на применении к задержанным санкции содержание под стражи, отметил прокурор Одесской области. Ну а пока одни правоохранители берут взятки, а другие силовые структуры их задерживают, третьи силы, прибегнув к помощи так называемых активистов, отжимают дома, квартиры и бизнесы. Только вследу на даче Ковалевского пытались захватить частные коттеджи, а на французском бульваре выселить семью с ребенком. В этот же день о рейдерском захвате своего магазина в Одессе заявила и одна из крупных торговых сетей. О развитии событий в наших следующих выпусках. И ни один день не обходится бездорожно-транспортных происшествий. В Подольске под колеса иномарки попала шестилетняя девочка. Ребенок внезапно выбежал на дорогу. Водитель микроавтобуса Рино не успел затормозить и сбил ее. Девочку с травмами увезла скорая. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. А в центре Одессы при столкновении двух иномарок пострадала женщина. Авария произошла утром на перекрестке улиц Решильевской и Малой Арнаутской. Столкнулись Volkswagen и Opel. От удара Volkswagen развернуло. Он вылетел на тротуар и врезался в стену здания. В результате происшествия пострадала пассажир Opel. Ее госпитализировали. Сообщили в патрульной полиции. Депутаты Одесского областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков посетили Великобританию. В парламенте страны, являющейся одним из наиболее активных инвесторов в экономику Одесского региона, они провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Одесской области для британского политикума, представителей бизнес-кругов, аналитических групп. Основная цель визита Виктора Баранского и Виталия Саутенкова – работа над продвижением Одесской области среди регионов Европы и ряда других стран, выстраивание с ними взаимовыгодных отношений. Мы уже были в Турции, в провинции Дерне, были в Голландии, во Франции. Сейчас в Великобритании. Планируем также в скором времени посетить Шотландию с тем, чтобы рассказать как потенциальным инвесторам, так и политикам о том, насколько привлекательным является наш регион с точки зрения инвестиций. Отдельной темой обсуждения стало предстоящее проведение в сентябре нынешнего года в Одессе Черноморского саммита. Своё согласие и желание принять участие в нём высказали присутствующие на презентации зарубежные коллеги, которые поддержали инициативу депутатов, нацеленную на создание платформы взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами Черноморского бассейна. «Одесса, как морской город, имеет большое будущее. Мне кажется, что конференция черноморских государств, которая состоится в Одессе в сентябре, придаст новый толчок её развитию в инвестиционном вопросе. Я считаю, что страны Черноморского бассейна обладают действительно большим потенциалом, и Одесса занимает среди них центральное место». Для Одессы Черноморский саммит – это реальный шанс возобновить активное сотрудничество с Ассамблеей европейских регионов, уверены депутаты областного совета. «Одесса регион имеет много сочетаний с Ассамблеей европейских регионов. Как мы все знаем, Ассамблея имеет очень-очень long coastline». Депутаты областного совета рассчитывают на опыт и помощь Великобритании в реализации инициативы сотрудничества с Ассамблеей европейских регионов, а также на осуществление совместных инвестиционных проектов. «Одесская область открыта к честному партнерству и заинтересована в привлечении британского капитала. У нас есть практически все направления, которые могут интересовать бизнес. Международные перевозки и порты, аграрная отрасль, развитая промышленность, туризм, инновационные стартапы, финансовые институты». Украинская экономика интегрируется в мировые экономические процессы, но вместе с тем у нас еще недостаточно высока конкуренция в разных сферах. И это позволяет инвестору легко найти свою нишу. И все же главным принципом выстраивания отношений с регионами Европы и странами Черноморского бассейна должен стать экономический прагматизм, считает Виктор Баранский. «Экономический прагматизм заключается в том, чтобы выстраивание отношений на равных с другими регионами Европы и Черноморского бассейна с целью достижения максимального экономического и социального эффекта для нашего города, для нашего региона и для каждого нашего жителя». Обмен опытом, общение с иностранными коллегами, изучение современных методов борьбы с различными заболеваниями. В Одессе проходит 14-й съезд офтальмологов Украины. Съезд офтальмологов Украины проводится один раз в четыре года. За несколько дней форумов более тысячи отечественных и зарубежных ученых презентуют свои разработки, научные доклады, делятся опытом. В Институте глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова происходит съезд всех офтальмологов Украины. И на этот съезд приезжают к нам иностранные гости. Это из Соединенных Штатов, из Швейцарии, Турции, из Японии. К нам приезжают посмотреть на то, что нового сделали наши ученые нашего института. «Мы обмениваемся последними достижениями, пытаемся поделиться своим опытом с нашими коллегами, научить, ответить на вопросы. Очень много будет дискуссий. В частности, вот эта секция, где мы стоим, она посвящена ретинопоте недоношенных». В Институте Филатова с первых дней жизни малыша диагностируют и лечат слепоту и другие офтальмологические патологии у недоношенных детей, говорят участники съезда. Именно этим вопросом одесские ученые уделяют особое внимание. «Вы знаете, сейчас много появилось детей, которые рождаются маловесные, раньше срока, у них имеются проблемы с развитием сетчатки, с развитием сосудов сетчатки. Вот для того, чтобы такие дети не стали слепыми, и проводится в данном случае эта конференция». В рамках форума украинские офтальмологи получают возможность общаться с иностранными коллегами, получать информацию о возможностях стажировки за рубежом. «Экзамены Международного общества офтальмологии предусматривают возможность сдачи экзаменов международного уровня. Врачи, которые имеют определенный опыт, могут стажироваться в самых известных научных центрах по всему миру для того, чтобы повысить свои профессиональные навыки». Иностранные коллеги весьма заинтересованы в научных открытиях украинских медиков, говорят участники съезда. «Благодаря тому, что у нас произошла такая интеграция науки, украинской, мы довольно часто общаемся на разных территориях, разных странах и довольно хорошо друг друга знаем. И, собственно, я могу сказать, что самое главное, наверное, мы можем оценить место украинской офтальмологии в мировой науке». Четвертый съезд офтальмологов Украины – это событие не только для украинских медиков, но и для офтальмологов разных стран, говорят участники форума. Его материалы послужат основой для дальнейшего сотрудничества научных открытий, которые помогут лечить болезни глаз еще успешнее. В Одессе презентовали проект технологического кластера Одесского региона. Его инициаторами выступили представители бизнеса, Одесская национальная академия связи имени Попова и региональная торгово-промышленная палата. В рамках мероприятия участники обсудили проблемы экономики и научного потенциала страны и предложили свое видение внедрения новых технологий и развития бизнеса. Как отметили участники презентации, одной из главных проблем низкого темпа развития экономики страны является то, что научно-технические потенциала Украины в полной мере не используются. Большинство успешных исследований, которые проводят наши ученые, так и остаются на бумаге. А сами научные учреждения, что называется, выпадают из системы рыночных отношений. В результате многие, даже привлекательные на первый взгляд бизнес-проекты, так и остаются нереализованными. Темпы развития, там 2% в год, это слишком маленькие темпы развития. Это первое. Второе. Как можно отдать толчок развитию экономики? Это соединение науки с производством. В Украине много делается для того, чтобы это соединить. Вот научные парки, технологические парки, но они плохо работают. Я думаю, основная причина в том, что в многобюрократии возникла идея о том, чтобы сделать площадку для обмена, вообще неформальную площадку для обмена информацией между производством и наукой. По мнению организаторов, технологический кластер поможет стимулировать развитие производственных предприятий региона, не только разрабатывать инновационные проекты, но и внедрять их в жизнь. Это поможет привлечь инвестиции и дать толчок развитию науки. Мы выступили с инициативой. Академия связи поддержала. Для того, чтобы инновации двигались, надо всем объединяться. И кластер является информационной площадкой, объединением всех разработчиков, научных сотрудников, только тех, кто хочет двигаться вперед. Второй вопрос – это трансфер технологий, который есть на Западе, для того, чтобы быстро, максимально внедрять в производство, которое есть сегодня в Украине. Организаторы технологического кластера намерены способствовать внедрению инновационных стартапов, обеспечивая их консультациями и технической помощью на пути от идеи и до конечного продукта, а также привлекать к сотрудничеству все больше представителей бизнеса. Нынешняя система зачисления в ВУЗы предполагает издачу внешнего независимого тестирования и прохождение творческих экзаменов. Правда, последняя касается лишь некоторых специальностей, а вот первая оказывается обязательным без исключения для всех выпускников, желающих получить высшее образование. Кроме того, проходить тестирование по некоторым предметам 11-классники обязаны и для того, чтобы получить аттестат. Знания по одному из таких предметов – украинскому языку и литературе – у будущих абитуриентов проверят уже в четверг, 24 мая. О том, как стартовала основная сессия внешнего независимого тестирования и о дальнейшем его графике после новостей в программе «Тема дня» расскажет директор Одесского регионального центра оценки качества образования Анатолий Анисимов. У нас по Одесской области завтра будет 2,5 тысячи ребят одновременно проходить тестирование по украинскому языку и литературе. Будет работать 87 пунктов тестирования. Поэтому очень-очень важно, опять же, не опоздать. То есть проверьте, распечатайте свое приглашение с персональной странички, проверьте, как вы будете добираться до пункта тестирования, который указан в вашем приглашении. Обязательно хрометрируйте его, то есть по времени, сколько у вас это займет. Потому что даже в городе Одессе могут быть пробки, и вы можете, допустим, рассчитывать, что вы за полчаса доедете, а на самом деле вы будете ехать 40 минут, а то и час. Кстати, вот из тех 17 человек, которые опоздали, не было ни одного человека с области, это были все одесситы. И это тоже на заметку, потому что, оказывается, по Одессе передвигаться еще сложнее, чем передвигаться в Одесской области. Особенно в утренние часы. Особенно в утренние часы, когда начинаются вот эти пробки, не знаешь, где что перегородили, где какая авария. И то есть нужно всегда иметь какой-то запас. Лучше раньше приехать. Погода сейчас хорошая, посидеть перед учебным заведением. Если вдруг плохая погода, мы открываем, запускаем ребят в вестибюль, то есть проблем нет. Сотрудники полиции и родственники разыскивают 15-летнюю Алину Борейко, жительницу села Кислицы Измаильского района. 20 мая девочка собрала свои вещи и ушла из дома. Приметы пропавшей. Рост 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые. Была одета в белую тунику и бело-красные босоножки. Всех, кто знает о местонахождении девочки, просит сообщить в Измаильский отдел полиции по телефону 066-21-31-831-096-45-87-632-102. К несчастью, пропавшего несколько дней назад молодого парня в среду утром с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине Одессы, сообщили в полиции. По словам знакомых, погибшего парень в тот вечер был в гостях, а возвращаясь домой, в район Ивановского моста пропал. На теле найдены следы насильственной смерти, сообщили в полиции. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Подозреваемых разыскивают. В ближайшие выходные в Одессе состоится первый фестиваль парковых культур. Экзотические растения, инсталляции, фотозоны разместятся в горсаду, парке Шевченко, санатории имени Гойкова и в зоопарке. Об этом рассказали сегодня в ходе пресс-конференции. В городе стартовал фестивальный сезон, в течение которого одесситов и гостей будут удивлять как традиционными мероприятиями, так и новыми проектами. Один из них – фестиваль парковых культур. Для Одессы, наверное, это очень важный проект, потому что, если вспомнить, что Одессу строили наши предшественники на совершенно пустой и голой степи, и каждое дерево в Одессе посажено человеческими руками, поэтому, наверное, фестиваль парковой культуры, о котором мы так долго мечтали, действительно должен был в нашем городе состояться. В фестивальных локациях разместят растения, вазы, фотозоны. Аллеи в парке Шевченко оформят в китайском стиле. А в зоопарке представят растительные композиции в форме животных, рассказала Татьяна Маркова. Не обойдется и без каких-то одесских мотивов интонации, потому что это все-таки одесский, первый одесский фестиваль парковой культуры. Я думаю, что скучать никому не придется. Действительно, будет очень интересное музыкальное сопровождение, и это будет очень гармоничное сочетание и созерцания, и обонятельных каких-то рефлексий, потому что эти очень многие растения аромат дают, особенно специфические, поэтому я думаю, что это будет действительно очень интересная комбинация. Стартует фестиваль 25 мая в 12 часов в Горсаду. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. 23 мая городской голова Одессы совершил своеобразный спортивный вояж. Геннадий Труханов принял участие в открытии новых школьных стадионов в четырех школах города. В рамках празднования «Одесса Спорт Китс-2018» на модернизированных спортивных площадках устроили праздничные соревнования. Я рад, что Одесса развивается, развивается во всех направлениях. Особое направление, внимание, уделяем развитию спортивной инфраструктуры и развитию вообще школ, совершенствованию, ремонту и так далее, так далее. Ребят, все делается для вас. Обмен опытом, общение с иностранными коллегами, изучение современных методов борьбы с различными заболеваниями. В Одессе проходит 14-й съезд офтальмологов Украины. В Институте глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова происходит съезд всех офтальмологов Украины. И на этот съезд приезжают к нам иностранные гости. Это из Соединенных Штатов, из Швейцарии, Турции, из Японии. К нам приезжают посмотреть на то, что нового сделали наши ученые нашего института. В ближайшие выходные в Одессе состоится первый фестиваль парковых культур. Экзотические растения, инсталляции, фотозоны разместятся в горсаду, парке Шевченко, санатории имени Горького и в зоопарке. Об этом рассказали сегодня в ходе пресс-конференции. Для Одессы, наверное, это очень важный проект, потому что, если вспомнить, что Одессу строили наши предшественники на совершенно пустой и голой степи, и каждое дерево в Одессе посажено человеческими руками, поэтому, наверное, фестиваль парковой культуры, о котором мы так долго мечтали, действительно должен был в нашем городе состоять. Начальник отдела полиции и несколько его сотрудников крышевали торговые точки в Аркадии и на Лонжероне. При получении взятки в размере около 24 тысяч гривен задержан начальник Шевченковского отдела полиции Одессы и еще трое правоохранителей, сообщили в прокуратуре. Так, на горячому зафиксований факт отримання неправомірної вигоди працівниками Шевченковского отдела полиции. Скажу, что эта спецоперация была не одномоментной. Там мало места знаки системности. И вчера затримано керевника отдела, его заступника и заступника начальника сектору провенции. За результатами опрацювания тех действий, которые были скочены, сегодня также уже подписана подозра начальника отдела провенции. Обо всех этих и других важных событиях огня мы расскажем в наших следующих выпусках.